Здоровье это еще не все, но все без здоровья и ничто. Поэтому в ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Благодаря современным технологиям операции на глазах сегодня проводят в течение 10-30 минут безболезненно, бескровно, подместной анестезией, не доставляя дискомфорта пациенту. Восстановительный период таких операций небольшой, а результаты превышают ожидания. Однако о микрохирургии глаза ходит много легенд, от восхищенно положительных до возмущенно отрицательных. Поговорим об этом сегодня со специалистами Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Ярошевского. К нам пришел сам Андрей Владимирович Золотарев, главный офтальмолог Минздрава Самарской области. Главный врач больницы Ярошевского, заведующий кафедрой офтальмологии СамГМО. Здравствуйте, Андрей Владимирович. И Елена Карлова, врач-офтальмолог высшей категории, заведующая глоукомным отделением больницы Ярошевского, доктор медицинских наук. Добрый день. Коррекция зрения – это та тема, которая интересует, наверное, каждого, кому за 20, 30, 40, 50? Ну, так скажем, за год, за два. В любом возрасте могут быть проблемы, и в любом возрасте у нас, к счастью, на сегодняшний день есть что предложить. Но на самом деле мы сегодня не о коррекции зрения собирались с вами поговорить. Андрей Владимирович, какую из офтальмологических проблем вы поставили бы на первое место сегодня? Ну, на сегодняшний день, пожалуй, самая серьезная проблема и одна из основных причин слепоты – это глоукома. Глоукома – это заболевание, которое из-за повышенного внутриглазного давления, пока, кстати, по не совсем понятной причине, вызывает повреждение зрительного нерва с последующей полной слепотой. Заболевание очень коварное, нуждается в регулярном наблюдении, в грамотном лечении, может быть остановлено, излечено пока быть не может, к сожалению. И в большинстве стран мира, особенно развитых, это одна из основных причин слабоведения и слепоты, именно глоукома. Пожалуй, все-таки на первом месте. Если бы мы уже заговорили о глоукоме, наверное, стоит продолжить эту тему, Елена Владимировна. Какие-то, не знаю, сенсационные вещи, какие-то новые направления, новые методики появились в лечении глоукома? Я хочу сказать о том, что наука в сфере лечения глоукомы – это, пожалуй, самое динамичное, что сейчас есть в офтальмологии. Это то, что непрерывно развивается, и каждый Новый год, каждый новый форум научный готовит нам много новшеств, открытий и самых интересных технологий, которые мы очень быстро начинаем применять на практике. И что касается Самарской области, то здесь применение на практике самых современных технологий, самых современных устройств для лечения глоукомы становится доступным очень быстро после их появления и после их предложения учеными. И в частности, я могу сказать, что в нашем отделении реализуется программа высокотехнологичной медицинской помощи, в рамках которой жители Самарской области могут получить хирургическую помощь при глоукоме с имплантацией сразу нескольких видов дренажных устройств, которые, пожалуй, можно назвать вершиной совершенства сегодняшней технологической и научной мысли. Причем бесплатно в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи. И это, пожалуй, основное. Вот в прошлом году у нас было около 500 квот по ВМП, и это тоже неплохой результат, если сравнивать с нашими коллегами из других регионов Российской Федерации. В этом году больше тысячи. И это, опять-таки, это высокотехнологичная, высокоэффективная, самая современная медицинская помощь с применением самых высококачественных расходных материалов бесплатная для наших пациентов. Ну, как раз наши пациенты начинают уже привыкать на слух к тому, что высокотехнологичная, это обязательно очень дорого. Ну, это дорого для того, кто несет расходы, это дорого для бюджета. Но, с другой стороны, как дорого? Я говорил уже, например, что с точки зрения сравнительной клинической экономики, например, хирургии катаракты и большинство других автомологических видов лечения, они намного более эффективны, чем другие, например, при онкологии, при кардиологии. То есть, иными словами, соотношение затрат к тому эффекту, который получается в автомологии, выше не на проценты, а в разы. Лена Владимировна, Андрей Владимирович сказал, что глоукому он ставит на первое место в ряду оптальмологических проблем. И это, очевидно, означает, что пациентов с этой проблемой у вас очень много. А означает ли это, что приходится долго ждать для того, чтобы получить эту помощь? На сегодняшний день в Самарской области зарегистрировано около 33 тысяч пациентов с глоукомой. Часть из них получают лечение по месту жительства, они лечатся закапыванием препаратов, и только некоторая часть из них нуждается в хирургическом лечении. И тогда встает вопрос о госпитализации к нам. Когда вопрос поднимается таким образом, то, как правило, мы имеем дело с повышенным внутриглазным давлением. В этом случае ждать уже нельзя. Поэтому у нас организована госпитализация таким образом, что пациенту нужно время только для сбора анализов. Поэтому как только выявляется повышенное внутриглазное давление, определяются показания к хирургическому вмешательству, так дается рекомендация о том, что происходит сбор анализов, и пациент сразу же поступает в отделение. И именно в этом случае мы можем оказать ему помощь в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи. То есть ждать не приходится практически нисколько. Ну, если говорить о доступности, то в последние два года знаменовались очень серьезными изменениями у нас в больнице. Ну, просто потому что старая поликлиника на улице Новосадовая, она, к сожалению, из-за времени сейчас не в лучшем состоянии требует даже не столько капитального ремонта, сколько реконструкции. Но благодаря усилиям Министерства здравоохранения Самарской области нам удалось найти замечательное помещение на улице Запорожской. Не настолько далеко, как, кстати, могло бы быть от Новосадовой, практически в географическом центре Самары. И там существенно больше площади. Мы там провели небольшую перепланировку, ремонт. Поставили гораздо более просторно и логистически грамотно оборудование. Короче говоря, там работает с марта прошлого года наша поликлиника, консультативная поликлиника работает там. И работает там глоукомный центр. Как раз вот то, о чем мы сейчас говорили. Время ожидания консультации нашего пациента и в консультативной поликлинике, в глоукомном центре. Но это от 2-3 дней до, может быть, недель максимум 10-12 дней. То есть эту проблему мы решили достаточно неплохо. Недавно в вашей больнице прошло традиционное мероприятие, которое называется Ярошевские чтения. И если я не ошибаюсь, то первые такие чтения прошли чуть ли не 25 лет назад. Ну да, это был юбилейный год. Мы не планировали и не проводим слишком часто, слишком много конференций, потому что их действительно сейчас много. Ярошевские чтения традиционно проводятся один раз в 5 лет. И первая конференция была проведена именно 25 лет назад. Раз в 5 лет это как бы смотр достижений отечественной автомологии. Мы приглашаем всех ведущих специалистов в различных отраслях автомологии. Автомология очень разнообразная наука. И вот в этом году сколько было секционных заседаний, по-моему, было? Больше 20. Больше 20 секционных заседаний по различным подразделам автомологии. Трудно иногда представить, что в рамках одной какой-то научной дисциплины может быть столько различных групп, что называется, по интересам. Но действительно очень удачно получилась, очень удачная конференция. Особенно было хорошо то, что нам удается уже пятый год проводить так называемую живую хирургию. То есть трансляцию без купюр операций, показательных операций из непосредственно нашей операционной в конференц-зал. Причем мы первые в России организовали вот такую живую хирургию в формате 3D. Нет, 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 дальше не рассказывайте, пожалуйста. Давайте сначала посмотрим вместе со зрителями сюжет, потом продолжим разговор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возможность рассмотреть детали в трехмерном изображении появилась благодаря единственному в России микроскопу с 3D-видеосистемой. Точнее, двум, которыми располагает Самарская офтальмологическая больница. Настолько поставлен высокий уровень вот этой подачи информации, то есть вот это стерео, видеостерео. То есть это помогает и обучаться, и настолько хорошо демонстрируется вообще. То есть операции, детали операции, что это беспрецедентный случай, поэтому все ведущие доктора здесь собираются с удовольствием. То, что сегодня российские хирурги впервые видят на большом экране, вскоре может стать реальностью самарских операционных. Больница Ярошевского готовится преодолеть своеобразный звуковой барьер в области микрохирургии глаза. Речь идет о цифровых видеосистемах по разрешению, сравнимых с тем, что видит глаз хирурга через качественную линзу. Они уже начинают появляться, но по стоимости пока сравнимы с космическими станциями. И сам хирург может оперировать не глядя микроскоп, так сказать, съежившись, а свободно оперируя огромных размеров глаз, там 3-4 метра на стене. Вот это совершенно другие возможности представляет в плане эргономики, в плане качества операции. Я думаю, что скоро мы это увидим. Прогресс в области микрохирургии глаза идет стремительно. В больнице Ярошевского надеются уже в ближайшие годы перейти с традиционных микроскопов на цифровые. Прозвуковый барьер через несколько минут. А сейчас все-таки, что такое живая хирургия? Живая хирургия – это живая трансляция, живая live, это не совсем удачный перевод с английского, но имеется в виду без купюр, без редакции, живая трансляция операции с операционного микроскопа непосредственно в конференц-зал. Для того, чтобы аудитория могла не просто видеть, как делается операция, но уловить нюансы. И чем хороша живая хирургия, и, может быть, плохая, неожиданно, да, это то же самое, что прямой эфир. Все неожиданности, все нюансы, все, может быть, ошибки будут видны. И как раз иногда даже интереснее бывает посмотреть не как безупречность, блестяще сделанная операция, а как хирург борется с осложнениями, какие методы профилактики он выбирает, и как выбирается из сложных ситуаций. Это, пожалуй, гораздо более полезное мероприятие, чем просто записи. Вот эта 3D-трансляция, это ведь не впервые у вас уже, да? Это пятый год мы проводим такую. Как родилась эта идея? Ну, идею мы подсмотрели у наших коллег за рубежом, и это, в общем-то, не наша идея. В России просто это было не настолько широко распространено, несколько крупных институтов центральных, московских, этим занимались и старались, как бы, внедрять подобного рода вида обучающей и научной практики. Но нам удалось впервые соединить именно трехмерное изображение, 3D-видеосистему с живой хирургией. Вот это до сих пор по-прежнему это уникально. Мы здесь были пионерами. Очень приятно было слышать восхищенные, слегка завидующие комментарии специалистов из Института Федорова, из Института имени Гельмгольца. Они тоже начали уже через 2-3 года после нас, они тоже начали делать живую хирургию, тоже пытаются делать в формате 3D, но более-менее получается. Ну, здесь, по крайней мере, здесь мы первые. Я хочу сказать о том, что еще огромное количество людей высказывало по желанию увидеть, как оперируют асы. Есть всего несколько десятков хирургов в стране, и мы гордимся тем, что часть из них работает в нашей клинике, на хирургическую технику, которых хотели бы посмотреть многие. А учитывая то, что живая хирургия дает беспрецедентную возможность общения с хирургом в процессе операции, то есть что это означает? Когда практически любой зритель в тот момент, когда это возможно по ходу операции, может задать хирургу какой-то вопрос или свой комментарий произнести. И если есть такая возможность техническая, то хирург ответит. Более того, мы за время проведения живой хирургии у нас, мы знаем случаи, когда хирурги даже обращались к залу за советом и предлагали залу... Умощь зала? Да, и предлагали определить тактику. Вот, и поэтому, конечно, вот та потребность, которая была еще 5 лет назад, наверное, и раньше, в таком виде обучающих мероприятий, в таком виде научных мероприятий, в таком виде общения, она была удовлетворена, и мы очень этим гордимся, и поэтому, конечно, наша хирургия пользуется огромной популярностью, нам на самом деле приятно это. Насколько мне известно, ваш принцип, ну, по крайней мере, был, не знаю, есть ли сейчас, показывать на второй день результаты этих операций. Да, и это тоже не совсем стандартная техника, потому что достаточно сложно. Ну, не всегда это удается, но когда на следующий день можно посмотреть результаты операции, сделанные накануне, это всегда очень полезно и приятно. Вот особенно в прошлом году был очень серьезный эффект, мы впервые тогда это сделали. Я вообще не помню, чтобы в рамках живой хирургии на следующий день демонстрировались результаты. Это было очень интересно, и несколько случаев так называемых идиопатических макулярных отверстий, это крайне сложная хирургия сетчатки, очень ответственная, очень тяжелая, и далеко не всегда завершающаяся успехом, к сожалению. Вот в наших, в руках наших хирургов было очень приятно видеть, как эта операция завершилась полным успехом, буквально на следующий день, подверстие сетчатки, которое выглядело безнадежным, оно полностью закрылось, строение сетчатки полностью восстановилось. Это удивительное впечатление. Вот эти асы, которые проводили операции, все ли подобные операции можем делать мы здесь у себя в больнице? Ну, я думаю, последние годы 2-3, наверное, практически все. Может быть, не все с таким блеском, как хотелось бы, может быть, да, но, во всяком случае, у меня сейчас к моим специалистам претензий не стало. Первые годы вопросы определенные были, но то, как развивается особенно витриотинальная хирургия в нашей клинике, меня на сегодняшний день очень устраивает. А витриотинальная хирургия – это что? Витриотинальная хирургия – это хирургия витриум и ретина, то есть хирургия стекловидного тела и сетчатки. Это хирургия заднего сегмента глаза. То есть, ну, мы любим такое сравнение. Это как на работающем фотоаппарате, не вскрывая его и не выключая, через две маленькие дырочки починить светочувствительную матрицу внутри фотоаппарата. То есть, сетчатка – это та же самая матрица, которая дает картинку в фотоаппарате. Объектив мы чиним при операциях по поводу катаракты, а вот сетчатка – это вот та самая светочувствительная матрица. Мы ее не можем вынуть из глаза, выключить, починить и поставить обратно. С ней приходится работать, пока она живая, видящая и очень хорошо видящая. Это ответственность, это риск, это тонкость, ну, артистизм, наверное, операции и высокие технологии. Когда наши самарские пациенты едут оперироваться за границу, вам это все равно? Вам обидно? Или третий вариант какой-то? Ну, как скажем, мне обидно только в том плане, что мы, наверное, недостаточно проинформировали наших пациентов о тех возможностях, которые здесь есть у нас. Чувства ревности нет никакой, потому что мы прекрасно понимаем, что есть специалисты не хуже наших, может быть, и лучше где-то вполне. По оснащению, по технологическому здесь у нас вопросов нет. По помещениям, по логистике, по зданиям, ну, вполне верно, можно видеть более просторные, более архитектурно изысканные помещения. Поэтому здесь выбор пациента. Вопрос только в том, что мы иногда сами направляем пациентов в какие-то центры, где есть больше опыт по лечению каких-то особых заболеваний. Иногда нам приходится долечивать осложнения после работы наших коллег в других местах. Это достаточно такой процесс обмена. В любом случае, основной аргумент и основная ценность – это интересы пациента. Так как будет лучше пациенту, мы так и делаем. Попро сверхзвуковой барьер. Мы уже в сюжете сделали такую затравку. Все-таки хотелось бы подробнее. Ну, это пока из области мечты. Но, учитывая, как сейчас развиваются технологии, в общем-то, мечты иногда сбываются неожиданно быстро. Я вспоминаю, как мы в году, наверное, в 2005-м или 2006-м впервые начали появляться современные высокотехнологичные препараты для лечения сетчатки. На следующий год мы на одной из конференций с коллегами пообсуждали, что как было бы хорошо. Но это, наверное, невозможно, потому что это слишком дорого, слишком сложно, слишком как бы хорошо для нас. А в 2008-м или 2009-м году, в 2008-м, по-моему, мы уже первые в Российской Федерации делали такие, применяли такие препараты по ОМС, опять же, бесплатно для наших пациентов. Например, в 2007-м году я бы не мог представить, что так получится. В 2008-м получилось. То же самое касается вот этого звукового барьера. Но весь мир переходит на цифру. Использование аналоговых технологий имеет свои плюсы, но гораздо больше минусов. Перспективы цифровых технологий практически безграничны. И, наконец-то, хирургия глаза, микрохирургия глаза подошла к этому барьеру. Вот, если я говорю, еще несколько лет, и, наверное, от барьера мы перепрыгнем. То есть, хорошие высококачественные современные видеосистемы, они дают почти такое же изображение, как хирург видит живьем сквозь линзы микроскопа. Пока еще не совсем. Пока еще не совсем. Там есть небольшая задержка по времени, что не очень удобно. И динамический диапазон не совсем еще достаточный. Разрешение уже приличное вполне. По крайней мере, я лично пробовал такой прибор в работе. Уже близко. Уже близко. Но еще, думаю, года 2-3. И можно будет говорить о том, что мы выйдем из небольшого реального пространства в безграничное виртуальное. Скафандр, наверное, пора приобретать уже, да? Да нет, вот как раз в виртуальном-то мы будем работать без скафандра. Лилия Владимировна, вот вы сказали, что во время видеотрансляции хирург общался с залом и даже задавал вопросы, а как лучше. Поэтому хочу сейчас к глаукоме вернуться. А вот во время хирургии глаукомы часто ли приходится менять тактику, которая изначально была запланирована хирургом? На мой взгляд, хирургия глаукомы потому и является самой интересной и одной из самых сложных хирургий в офтальмологии, потому что это как раз та ситуация, когда все зависит от принятых во время операции решений. И поэтому тут, конечно, очень важно бывает вспомнить все то новое, что ты услышал на последней конференции, вспомнить все то, что твои коллеги проанализировали, опубликовали во множестве журналов научных, посоветоваться с теми, кто рядом, вспомнить, чему тебя учили твои учителя. И поэтому, конечно, хирургия глаукомы это когда на операционном столе, в процессе операции будет принято решение, станет ли она непроникающей или проникающей, удастся ли открыть широко шлемов канал, получим ли мы фильтрацию, имплантируем ли мы тот или иной вид дренажного устройства, с чем еще мы можем столкнуться. То есть все прогнозы, все решения должны строиться очень быстро по ходу операции, и поэтому, наверное, хирургия глауком является, пожалуй, одним из самых динамичных видов хирургии. И тем интереснее было на одной из сессий нашей живой хирургии смотреть именно живую хирургию глаукомы. Пожалуй, вот этого-то мы, наверное, нигде, наверное, не видели. Такого практически нигде не бывает, потому что, конечно, это действительно самые непредсказуемые ситуации, самые сложные решения, и тем ценнее тот опыт, который получили наши специалисты и гости наши, участвуя в такой живой хирургии. Ну, вот буквально полтора часа назад я вышел из операционной, закончили операцию, пациентка из Уральска приехала, она оперировалась в Оренбурге несколько раз, еще в ряде клиник вынуждена была в итоге приехать к нам, и сейчас мы спасаем, что называется, остатки. Ну, вот как раз операция по поводу глаукома, операция уже на неоднократно оперированном глазу, операция в рубцах с применением современных препаратов, двух вариантов дренажей, современных способов гемостаза и так далее, и так далее. Вот как раз о чем Ирина Лазимовна говорила. Действительно, вот эти 30-40 минут, пока длится операция, этапов принятия решений очень много, но тем более приятно, когда они все заканчиваются успехом. Я в завершение хочу совершенно ненормальный вопрос вам задать. Хирургам приходится иногда делать операции, которые совершенно не связаны со здоровьем человека. Чаще, наверное, косметологи это делают, там нос не нравится, еще что-то. Сейчас хирурги также оперируют, например, кто-то боится онкологии, молочную железу даже удаляют. Всякие такие разные вещи, немножко сумасшедшие со стороны пациентов, наверное, встречаются. А бывают ли такие задачи у офтальмологов? Ну вот, например, я слышала, что карие глаза, это на самом деле голубые, под коричневым пигментом, и можно с помощью лазера этот пигмент коричневый убрать, сделать глаза навсегда голубые. То есть, вот что-то такое хитрое. Можно. Вопрос, нужно ли. Просто за все надо платить свою цену, и речь даже не о деньгах. То, что было предопределено Богом, природой, в каких-то пределах можно менять, в каких-то не стоит. И иногда незначительное, но очень как бы желанное изменение может потребовать таких затрат, я имею в виду, опять же, не финансовых, а здоровья психологических, душевных, что результат не факт, что будет благоприятным. Поэтому 10 раз надо подумать, и надо быть благодарным за то, что мы имеем, а стремиться к лучшему только в тех случаях, когда мы действительно уверены, что это к лучшему. Ну, это на самом деле была шутка, но в каждой шутке есть шутки, как известно. Ну что ж, спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Самара у нас космическая, поэтому вместе с вами мы готовы дальше в космос. Благо, технологии это позволяют. Итак, глаз тот орган чувств, который приносит нам более всего удовлетворение, ибо позволяет постичь суть природы. Это сказал еще Аристотель. Ну, а актуальность этого высказывания с тех пор совершенно не изменилась. Берегите ваши глаза. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин